Вот так с улички смотрится наш домик. На улице хорошая погодка. Вчера, конечно, было не очень хорошо. Холодно вчера было. Зымно, зымно на польском, да, холодно. Вот я вам показываю. Мы сейчас пройдемся в магазинчик ножками. Ой, конечно, здесь активности нету, люди. Я устаю без активности. Как это люди живут и не двигаются? Это страшно. Это страшно, люди. Это страшно. У меня уже все болит. И шея, и спина, и попа. Все болит. Мало двигаемся. Сегодня позже выезжаем. И вот хочу пройтись в магазинчик ножками. Минут 15 от дома. Ну вот смотрим. Яблочки, капусточка, салатик, айсберг, перчик, огурчики. Смотрим, смотрим. Так. Огурцы, ну приблизительно килограмм 80, 70 гривен, 80 гривен. Я вам так перевожу. Капусточка, цветная есть капуста, бананы. Бананы, получается, ну будем считать, 35 гривен. Получается так. 3,49, 3,50. Это 35 гривен. О, так это дешевка. А, это, наверное, по акции. Я так думаю, да? Молочка. О, молочка. Что мне нужно? Мне нужен кефирчик. Сейчас я похожу, посмотрю. Сейчас увижу кефирчик. Я покупила еще творожок. Сейчас посмотрю. Да, точно, бананы по 50 гривен килограмм. Но это лучше, чем у нас, правда? По бананам. Акция 35 гривен. Нормально. Я сейчас возьму кефир. Значит, цена кефирчика у нас получается 67, ну, 70 гривен литр. А? 70 гривен литр. И маслянка. Ну, наверное, что-то такое повкуснее будет, да? Ну, тоже такая цена. Маслянка, маслянка, маслянка. 6 злотых, это 60 гривен. Маслянка дешевле. Беру. 2 литра возьму. И кефирчик, и маслянка. Козье молочко. Будем считать. 80 гривен стоит. Пол-литра. Пол-литра. 80 гривен. Козье молочко. Класс. Творог. Творог, пожалуйста. Я возьму себе упаковочку. Я соскучилась за творогом. Будем считать. 40 гривен. 250 грамм. 250 грамм творога. 40 гривен. Читаем так. Акция. Сыр камамбер. Можно взять. Можно взять. Пожалуйста. Так я и сделаю. Ну, получается, допустим, 55-56. Ну, будем считать 60 гривен. Нормально очень. Очень нормально 60 гривен. Кстати, по акции еще есть. Вот, пожалуйста. Маскарпоне тоже можно взять. Акция. Нормально. Сейчас подумаю. Может быть, возьму даже тоже. Ешь молочное. Молочное. Сыр, который я беру в Киеве. Вот. В желтой упаковке. Селенада. 3,29. А я беру 3,50. Вот так. Да-да. У нас дороже. У нас дороже. Кофе для кофемашины Ора я беру в Киеве за 200 гривен. 190. Здесь 220. 220 гривен будет. Ну вот. Красившие упаковочки я вам показываю. 220 гривен. Ну, разница небольшая. Такая цена, как у нас в Киеве. Плюс-минус. Какие красивые островки. Смотрите. Я уже в июне здесь была проходила. Вот, пожалуйста. Красиво, да? Пенькны. Прекрасно, кажется. Красиво, да? Пенькны. На польском. Камыши. Ух, какие красивые камыши. Ой. Вот. Какие веточки красивые. Смотрите, люди, да? Беленькие. Какие красивые. Beautiful. Я точно как Абдулов. На всех языках. Денькуян, мадлопт. Такие я точно. Он что, полиглот? Да нет, дурачица. Я так точно. Здоровенькие были. Всем доброго дня. Всем доброго времени суток, мои хорошие. Приветствую всех вас на своем видео в канале. Добро пожаловать. Немножко с вами пообщаемся. Мы с вами только о похудении, о стройности. Мы с вами о мотивации. Конечно, у нас тема здоровья. Сегодня тоже страдаем тему здоровья. Да, наше здоровье, наше похудение. Да, все очень, очень взаимосвязано. Очень. Значит так. Вначале я вам показала магазинчик, склеп на польском. Цены плюс-минус, как у нас. Одинаковые цены. Легко очень переводить. Я все показала. Продукты покупаем. Интересно даже. Прекрасное обслуживание. Мне очень нравится. Очень нравится. Очень нравится. Так, ну а сейчас, а сейчас немножко поумничаем. Давайте, да, то мы давно как бы отошли от темы такой информации интересной, да, от темы похудения. Ну, я сейчас нахожусь вне дома, поэтому мне даже некогда, люди, даже некогда. И потом я должна найти момент какой-то, чтобы уединиться, никому не мешать. Понятно, да. Значит, мы вчера зашли в магазинчик, что-то покупалось, а и до касси. Шоколадки. Дешевые, ну, как обычно, ближе к кассе расположены, да. Цена 4. А золотых приблизительно даже меньше. Я так посчитала. Думаю, Рошеновская у нас 17-16 гривен в форье, а тут 7-8 гривен. Можно купить с орешками шоколадку. Купила 2, 2, купила 2, да. Одну, конечно, съела. Но не сразу. Думаю. У меня еще одна есть. И к чему я веду? Вот к тому я веду. Вот к тому я веду, да. Вот мы все знаем, все, все все знают. Кого не спроси, Таня, ну ты нам не рассказывай. Мы такие умные. А ожирение процветает. А диабет процветает. Мы такие умняшки все, все знаем. Поэтому нам нужно постоянно, постоянно, постоянно вот так напоминать, напоминать. Я себе напоминаю. Вот я этой информацией, которую вам рассказываю, да, я напоминаю в первую очередь для себя. Тормознись, остановись, а хватит. Ты что, там инсулин зашкаливает уже. И то ела, ела, ела. А, яблоки ела, ела. Все, инсулин выделяется на сладкий вкус. Ты же не балуйся. Да, ты же не балуйся. Ну, короче, давайте немножко о инсулине я напомню. Тут будут интересные моменты. Потому что мы знаем в основном все только об одной функции инсулина, да, какой. Ну, к этому мы сейчас дойдем. Значит так, что такое инсулин? Все знают, да? Мы все знаем, все знаем, да? Не только Таня. Инсулин. Это громон. Снижает уровень глюкозы крови. Но это только одна из его многочисленных функций, оказывается. Вы знаете еще другие функции инсулина, а? Вот интересно. Вот знаете? Вот подумайте. Какие еще функции инсулина? Ну, снижает кровь, значит, сахар крови. А какие еще, а? Так, постепенно доходим. Этот гормончик, инсулин, вырабатывается специальными клеточками поджелудочной железы. Гормоны, все гормоны, допустим, да? Гормоны работают как связные, которые вырабатываются, то есть синтезируются в железах. Не только поджелудочная железа выделяет гормоны инсулин. Щитовидная железа выделяет гормоны. Гормоны это связные. Кстати, гормоны щитовидной железы. Много йода, много белка. Бац, приехали, гипертиреоз. Увеличиваются гормоны. Много йода, поэтому не балуйте с йодом. Много белка. Вот с этого синтезируются гормоны щитовидной железы. Но к этому как-то мы придем дома. Тоже интересная, очень интересная тема. Тема щитовидной железы, эндокринология. Моя тема вообще, мне нравится. Дальше что? Значит, эти гормоны, они поступают в кровь. Они должны диктовать нашим органам, нашим клеточкам, да? Какие процессы нужно конкретно запускать или какие процессы нужно блокировать. Инсулин – это снижение глюкозы крови. Это основная функция. Number one. Number one. Номер один функция. Инсулина – это блокировка. Прошу прощения. Инсулина – это понижение глюкозы крови и заведение вот этой глюкозы конкретно клеточку с последующим использованием вот этой глюкозы как топливо, как энергия. Это уже наша. Кто-то скажет, ну как это, Таня, ну как это? Это значит, когда в клетку попадает глюкоза легко и просто, вы себя хорошо чувствуете. Вот это ваша энергия. Ваше хорошее состояние. Вот это функция инсулина. Это очень важная функция, чтобы завести, убрать сахар с крови и завести в клетку, потому что избыток глюкозы обладает токсичным действием. О, приехали. Избыток глюкозы. Утром банан можно, потом шоколадку в магазинчике купили тоже. Там еще не страшно, я съела шоколадку, а там что-то ела. Ну и ела кашу, мне очень нравится, упаренную, варенную, быстрый углевод, да. Любой медленный углевод расщепляется, да, состоит ли мне из цепочки быстрых углеводов. И через 40 минут в организме и сахар, и глюкоза. То есть у нас по накопительной, по накопительной много сахара в крови. Мы просто не обращаем на это внимание. Мои хорошие. Значит, избыток глюкозы обладает токсичным действием. Внимательно. Диабет. Диабет. Это защитная реакция организма от калорийного отравления. Мы пережираем, мы переедаем. Мы не думаем, мы не считаем это. Не надо записывать. В уме подумали, сколько сахаров мы употребляем в кусок хлеба утром, днем, вечером. Да, в кусок хлеба. Это сахара. Это сахара. Глюкенический индекс выше, чем у сахара белого. Мы не обращаем на это внимание. Мы почему-то думаем, вот тортики не едим, печеньки. Вы посмотрите. По сладким фруктам даже. Ну, дальше идем. Мои хорошие, очень слабый интернет, очень слабый, поэтому 4 часа видео на 10 минут. Люди, я трахчу. Сегодня неполная информация будет, наверное, потому что видео очень длинные. Я люблю рассказывать и знаю, о чем говорить, но не получается. По техническим причинам. Значит, дальше. Внимательно слушайте. Это интересная информация. Внимательно слушайте, потому что все все знают, Джиш. Но внимательно слушайте. Общее количество глюкозы в нашей крови, сколько должно составить? Знаете? Ну, все все знают. Общее количество глюкозы сколько? Одна чайная ложка. Одна чайная ложка должна быть. Это объем всей глюкозы. А среднестатистическое применение приблизительно до 30 чайных ложечек. Вы вообще представляете разницу? Одна чайная ложка. И до 30. Насколько инсулину, этому доброму, хорошему гормону, тяжело работать. Невозможно просто. А ему нужно очистить наш укроп от глюкозы. Инсулин должен провести глюкозу конкретно в эту клеточку, чтобы в дальнейшем использовать вот эту глюкозу как энергию. Но клетка, она небольшая. Мембрана, помните, я рассказывала? Мембрана, забор клетки дубовый, такой толстый, плотный, жирный. Понаедали же уже, да? Инсулин уже бедный, стучится этими колоками, открой, двери открой. Клетка не открывает ничего. Все. Получается, что часть заходит в клетку, часть какая-то, да? А часть глюкозы консервируется в мышцах и нашей печени в виде гликогена. Что это такое? Это запасной сахар. Это еще одна из функций инсулина. Консервирует лишнюю глюкозу, которая не попала в клетку, консервирует в мышцах и печени в виде запасного сахара, гликогена. Весь избыток, весь избыток консервируется конкретно в жир. Думайте, лишнее съедаем, все, 100% это жир. Глюкоза не попадает в клетку, съела банан, утро можно, утро можно, шоколадку, утро можно, можно, хлеб обязательно, утро можно, можно. И все, лишнее консервируется, 30 чайных ложек в жир. Это не тот жир, который нам не нравится, вот под руками свисает, да, вот тут фляки такие, или тут барсетка такая, вот такая барсетка, и нужно приподнять вот этот жир, да, и чтобы увидеть какие-то половые органы. Это не тот жир, нет, это другой жир. Речь идет о висцеральном жире, жире печени, все органы в жире. И об этом жире, вот когда я видела, патологоанатом показывает разрез живота на толпе, да, морг. О, о, я так вот думаю, мама моя родная, мы же просто даже представить не можем. А вы представляете, представляете, представляете картину маслом, что там внутри, представляете. Мои хорошие, я посмотрела по времени, видео получается длинное, так что мы сейчас закончим, на вот этой нотке, интересной очень мы закончили наше видео, и продолжим дальше, немножко позже. Благодарна всем за просмотр моего видео, благодарна всем за лайки, большое всем спасибо, всем до встречи, дальше будет.